Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня по забросу. Штребух! Всем привет, с вами Штребух, и это свежий обзор моих находочек из помоечки. Помоечка, как обычно, меня порадовала крутой бесплатной электроникой. Ну а я захотел порадовать и вас, и решил разыграть вот эту клавиатуру от бренда Razer. Для того, чтобы её заполучить, вам нужно перейти по ссылке в описании, зайти в мою группу, там вы увидите на стене закреплённую запись с розыгрышем. Там нужно будет всего лишь сделать репост этой записи, подписаться на группу, на мой канал и поставить лайк под это видео. Победителя розыгрыша определю недельки через две, прямой трансляции на ютубе. Вы посмотрите, какая классная клавиатура, значок Razer светится, клавиатура полностью рабочая. Так что, ребят, удачи всем в розыгрыше. Ну а мы начинаем обозревать то, что я нашёл в помоечках. Всем приятного просмотра. А вот это по-настоящему супер крутая находка. Был найден полностью рабочий IPS-монитор от бренда LG. Модель монитора на экране. Ребят, я просто в шоке, он полностью рабочий. Монитор на 23 дюйма. Только вот здесь есть небольшой скол, но это вообще фигня. Самое главное, что Monique полностью рабочий. Подобный монитор можно будет на авито продать тысячи за три. Не знаю, можно ли это назвать минусом, но в комплекте с монитором не было блока питания. Поэтому пришлось подключить универсальный блок питания. Монитор с разъёмами DVI и VGA. Кстати, вот здесь ещё написана модель монитора. Поподробнее. Этот Monique классный тем, что здесь есть крепление для кронштейна. Ну и, конечно же, он классный тем, что он мне достался абсолютно бесплатно. Прямиком из помоечки. Это, кстати, очень удобная диагональ экрана для того, чтобы играть в киберспортивные игры. Ребят, я просто в шоке. Монитор просто офигенный. Первый раз нахожу монитор с IPS-матрицей. Обычно я всегда находил подобные мониторы, но с разбитыми экранами. А тут всё целое. Ребят, я очень люблю помойки. Это просто шикардосик. Найти такой монитор и получить его на халяву. Чтобы его найти, мне пришлось всего лишь перерыть мусорный бак. И там я его отыскал. Я думаю, ради такого монитора можно и порыться в помойке. Кстати, на мониторе вот такие узенькие рамки. Это просто офигенно смотрится. Он очень круто. Ну и пока работает этот мини-компьютер, заодно решил проверить вот эти компьютерные мышки, найденные в помойке. Первая мышка от бренда Rhythmix. С вот такой прикольной расцветкой. С подсветочкой. Немножко зарыганная. В комплекте с мышкой даже шли две скорлупки от семечек. Самое крутое, то что мышка полностью рабочая. Подобную мышку можно будет положить в сюрприз-бокс или продать на Авито рублей за 100. А вот эти две мышки, к сожалению, не работают. Первая мышка от бренда SteelSeries, модель Kana. Но она вообще не работает, ребят. Абсолютно. Вообще мертвая. А вот эта мышка, ну, наполовину, можно сказать, немножко работает. Иногда ползунок двигается. Но зато вот эта мышка с подсветочкой прикольная. Возможно, вот эта тоже была раньше с подсветкой. Но она вообще не работает. Нужно будет их чинить. Ну, или можно продать на барахолке за копейки. Так что помойка не всегда радует рабочими мышками. А еще было найдено три пары геймерских наушников. Ну, по крайней мере, вот эти геймерские. Но они, к сожалению, не рабочие. Это, кстати, неплохие наушники SteelSeries. Я их уже, наверное, раз четвертый или пятый нахожу. Звук у них неплохой. Крутые наушники. Нечего сказать. Есть еще подобная версия таких наушников с подсветкой. Но в этих наушниках ее нет. И с ними что-то вообще не так. Они абсолютно не работают. Плюс состояние очень ушатанное. Вот эта хрень даже не держится. Ну, посмотрите. Их даже мерзко на уши одевать. Оставлю эти наушники как донора. Возможно, какие-то запчасти с этих наушников мне пригодятся. Также есть вот такие залупные наушники бюджетные от бренда Defender. Я не знаю, зачем они делают такие херовые наушники. Но худших наушников в жизни я еще никогда не видел. Ну, кроме свеновских. Хотя свеновские то получше. Эти наушники тоже не работают. И смысла их чинить вообще нет. Их можно будет продать на барахолке, наверное, рублей за 50. Есть еще вот такие наушники неплохие Asus. Скорее всего, звук у них офигенный. Но они не работают нифига. Амбрашюры здесь более-менее в нормальном состоянии. Но вот эта хрень покусана. Или не знаю, что с ней случилось. Но в целом, вот эти наушники по-любому лучше, чем вот эти. В общем, вот эти две пары наушников продам на барахолке. А вот эти оставлю себе на запчасти. Немного лакшери находок. Нашел духи Dolce & Gabbana. Но, скорее всего, они паленые. А то есть, не настоящие. Это, скорее всего, подделка. Называются Dolce & Gabbana Rose The One. Определил я, что это духи подделка по качеству вот этой печати на задней наклейке. Ну и качество флакона говорит о том, что это духи не настоящие. Запах, кстати, не особо приятный. Продам эти духи на барахолке рублей за 300. Очередное пополнение коробок от айфона в мою коллекцию. Как видите, ребят, накопилось коробочек немало. Аж целых 9 штук. И самые крутые, это, конечно же, вот эти коробки. Которые можно будет продать рублей, наверное, по 700 на Авито. Вот эта коробка от айфона XR. А вот эта коробка от 11 айфона. Ну, кстати, вот эти коробки еще можно будет тоже продать. Рублей, наверное, по 300. Ну, самая дорогая коробка, это, конечно же, от айфона 11. Моя коллекция, ребят, снова пополняется. Блин, когда я уже заставлю всю эту полку коробками от айфонов? Поскорее бы, блин, я очень этого жду. Были найдены ушатанные в хлам игровые наушники от бренда Bloody. Я уже такие наушники, наверное, раз четвертый нахожу. Здесь вырван микрофон и ушатанные в хламом брошюры. Я оставлю эти наушники, пригодятся на запчасти. Так как подобные наушники частенько попадаются. Звук в них, в принципе, нормальный. Продать подобные наушники можно на Авито, а рублей за 500 в хорошем состоянии. Но вот этим даже 100 рублей никто не даст. Кому они нужны за такие деньги? Такие ушатанные в хлам наушники. Был найден очередной диспенсер от бренда TORG. Большая херня. Подобные штуки ставятся в сортирах, в торговых центрах. TORG это хорошая фирма, не бюджетная. И, кстати, он вообще закрывается на ключ, но хорошо, что он открыт. Вот сюда вставляются бумажные полотенца. И с помощью вот этой штучки они оттуда достаются. Крутая вещица. Очень полезная для дома находка. Вообще, ребят, круто. Можно использовать ванной по назначению и пользоваться бумажными полотенцами. Новый такой диспенсер стоит примерно 4000 рублей. Ну, а бэушный будет стоить примерно рублей 800. Так что данная находка продастся изумительно на Авито. Ну, а если кто-то из вас хочет купить у меня этот диспенсер, можете зайти по ссылке в описании на мой аккаунт на Авито и заказать его через Авито доставку. Или я могу отправить этот диспенсер почтой в любой город России. Первый раз в жизни нашел вот такие интересные штуки. Эти штуки нужны для того, чтобы передвигать очень тяжелую мебель. Типа пианино. Здесь 4 штучки. И вот эта штука выдерживает 150 килограмм нагрузки. Я просто в шоке. Как подобная штучка пластиковая может выдержать такой вес? Вот эти черные платформы крутятся. Это типа нужно для того, чтобы эта площадка под какой-то тяжелой мебелью вращалась по своей оси. Также здесь есть дырочки, с помощью которых можно привязать веревки и тянуть что-то тяжелое. Так что вот такие прикольные штучки. Выставлю их на Авито. Наверное, рублей за 500 весит от комплекта. Я думаю, эти штуки очень сильно пригодятся грузчикам. Также была найдена вот эта красивая коробка от колонки JBL Pulse 4. Первый раз в жизни взял колонку JBL, чтобы попытаться ее продать. Возможно, эти коробки ценятся. Коробка, кстати, от оригинальной колонки JBL. Надеюсь, ее кто-то купит рублей за 200 хотя бы. А так-то, ребят, колонка очень крутая. Она светится в такт с музыкой. Это вообще просто пушка. Побоечка, ребят, реально исполняет наши мечты. Потому что мы нашли, знаете что? Вот это вот масло для коробки передач. Здесь примерно чуть больше, чем полбутылки. Масло трансмиссионное. Armtec. Неплохо, неплохо. По-любому нам пригодится. А еще было найдено две бутылки антифриза. В этой бутылке его осталось немного. Но вот зато вот эта бутылка полностью полная, ребят. Прям доверха. Также был найден комплект высоковольтных проводов для Deo Matisse. Но они, к сожалению, там не новые, а бушные. Возможно, это кто-то купит на барахолке. А вот это масло и антифриз мы как раз зальем в нашу тачку. Это нам очень сильно пригодится. Был найден, ребят, квадрокоптер в своей коробочке. Я просто офигел. Смотрите, какой пульт с экраном. Блин, капец, это круто. Сейчас будем проверять. Квадрокоптер от бренда X-Series. Короче, ребят, тут вообще полный комплект. Сейчас будем его тестировать. На пульте даже работает экран. Это просто офигенно. Так, пытаюсь его запустить. Что-то ему тяги не хватает. И, кстати, в этом квадрокоптере есть камера, но она почему-то не работает. Видите, нет сигнала. Кстати, квадрокоптер реально классный, но почему-то нет сигнала и он не взлетает. Нужно будет с ним разбираться, попытаться его зарядить. В пульт прям вставляется флешка, на которую, я так понимаю, записываются видосы. Флешка на 4 гига. Самое крутое то, что, естественно, экран работает, ребята. Пульт заряжается с помощью USB-провода. Внутри стоит, я так понимаю, аккумулятор. Ну а в квадрокоптере есть сменная батарея и камера. Вот она. Правда, она такая маленькая, но все равно это очень круто. Это, конечно, не DJI Phantom, который я находил, но тоже неплохо. Тут, кстати, в комплекте даже есть запасные лопасти, USB кабеля. Вот эта штучка, я, правда, не знаю для чего. Также есть картридер, с помощью которого можно перекидывать сплешки файлы на комп. И зарядка для батареи. Кстати, блин, ей как будто вообще не пользовались. Возможно, этот квадрокоптер вообще новый. Помоечка дарит, пусть и небольшие, но квадрокоптеры с камерой. Прикольно. Продавать его не буду на Авито, а положу в сюрприз бокс. Капец, он очень маленький, блин, и прикольный. Помоечка дарит чувство полета. Кстати, братва, я тут немножко подшаманил квадрокоптер. Он хотя бы теперь картинку показывает, как вы видите. Качество, пусть, конечно, плохое, но все равно картинка есть. Но он все равно не взлетает. Вот пытаюсь газовать на все, и он даже не пытается взлететь. Очень обидно. Я вот не знаю, из-за чего это. В принципе, здесь родная батарея стоит. В чем проблема, не понимаю. Возможно, аккумулятор сдохший. Ну, хотя он тогда бы не работал вообще. Не знаю, ребят, в чем проблема. Мощности ему как будто не хватает. Буду разбираться. Возможно, получится починить каким-то образом. Какую-нибудь батарею полегче вставить. И заработает. Или продам на барахолке рублей за 200. А еще помоечка подарила очередной вейп. От бренда Reoluef RX200S. У меня, кстати, такой же вейп, только на два аккумулятора. А здесь три. И, кстати, ребят, на вейпе стоит офигенный бак. Бак-дрипка, обслуживаемый. Я просто в шоке. Тут один бак стоит, наверное, бэушный рублей 800. Если не больше. Бак от бренда Tsunami. Бак абсолютно целый, блин. Без всяких сколов. Вейп тоже в офигенном состоянии. Но, к сожалению, есть проблема. Вейп севший. Его нужно просто зарядить. И, скорее всего, он будет работать. Но поначалу, до этого, мне он писал ошибку с аккумуляторами. Возможно, еще здесь сдохшие аккумуляторы. И аккумуляторы придется менять. Но это круто, ребят. Подобные вейпы мне очень редко попадаются. Потому что это дорогой вейп. Новый такой вейп будет стоить, наверное, тысяч пять с этим баком. Продам этот вейп на вейп-барахолке за тысячи две. Или за полторы. Так что помоечка дарит не только вейп, но и две тысячи рублей. Помоечка подарила еще один крутой вейп. От бренда Elio RX200. На три аккумулятора. Офигеть, ребят. Еще тут есть бак от бренда Inokin Aision. Но бак, к сожалению, не обслуживаемый. Там стоит огромный просто испаритель. Заправляется, кстати, бак очень удобно. Вот таким образом. Вейп такого типа белого цвета. Но, к сожалению, в нем сдохшие аккумуляторы. Когда я его ставлю на зарядку, он выбивает ошибку по аккумуляторам. И экран в нем, кстати, очень тусклый. Еле видно, что там написано. Не думаю, что вам что-то видно, но там написано чек батареи. Ну, типа, нужно батареи осмотреть, что-то с ними не так. Ошибка. Батареи внутри стоят, но они, скорее всего, дохлые. По идее, нужно просто заменить аккумуляторы. И вейп заработает. Подобный вейп можно будет продать на вейп-барахолке на изи за полторы тысячи рублей. Улетит просто со свистом. Помоечка порадовала неплохими находками. Во-первых, вот таким сувенирным зеркальцем полностью целым. Им можно воспользоваться в поездке. И вместе с этим зеркалом был вот такой вот чехольчик. Прикольная находочка. Также нашел в помоечке экран. И, скорее всего, он для седьмого айфона. И самое удивительное, ребят, что шлейфы целые. И экран тоже абсолютно целый, без трещин. Оставлю я его себе. Возможно, он мне в будущем когда-нибудь пригодится. Вдруг меня помоечка порадует седьмым айфоном, но разбитым. Также еще был найден вот такой вот экран, но он с трещиной. Но видно по этому экрану, что это такая залупа китайская, что просто жесть. Просто посмотрите на него. Здесь какая-то наклейка. Какой-то QR-код непонятный. Шлейфы целый, экран с трещиной, но по идее экран должен быть рабочим. Так что я этот экран тоже себе оставлю на запчасти. Также помоечка порадовала меня на стриме вот таким вот вейпом. Вейп от бренда Элиав, модель Ай Пауэр. В деревянной расцветке. И самое удивительное, братва, что этот вейп полностью рабочий. Я прям на помоечке его продегустировал. И он даже заправлен жижей. Поставил, ребят, его на зарядку. И он сразу же заработал. Неплохая находочка. Подобный вейп на вейп-барахолках стоит примерно 1000 рублей. Крутая штучка. Положу в сюрприз бокс. Помойка одаряет вейпами. И кстати, ребят, напишите в комментариях, если вы хотите, чтобы я один из этих Рыкс разыграл. Или белый, или серый. Я могу в принципе разыграть. Просто я не понимаю, нужен ли вам вейп или нет. Если да, то напишите об этом в комментариях, чтобы я разыграл один из этих вейпов. Но вот этот не буду разыгрывать. Потому что я его положу в сюрприз бокс. А один из этих вейпов могу спокойно разыграть. Тем более, у меня вейпов в последнее время в принципе достаточно. А еще помоечка порадовала небольшой кучкой электроники. Во-первых, есть вот такие две батареи. Первая от Nokia и вторая от iPhone. Батареи я собираю. У меня для них есть специальная коробка. Также есть вот такой вот новый карабинчик. Большой, крутой карабин. Пригодится. Также есть еще вот такая вот ущербная веб-камера. Модель QF830. В ней даже есть зум. Прикольно. Хочу ее домой принести и как-нибудь постримить с этой вебки в чат-рулетки. Чтобы никто не догадался, что я стример. Ну как стример? Стример на минималках. Также еще помоечка порадовала двумя одинаковыми пауэрбанками. Типа это пауэрбанки от бренда Xiaomi, но нифига, это подделка. И оба пауэрбанка одинаковые. И рабочие. А вот этот даже заряжен. Но зарядить телефон этим пауэрбанком получится максимум один раз. Пусть и тут написано 10400 мАч. По факту здесь, наверное, 2000 мАч. Если не меньше. Так что, братва, крайне вам советую покупать оригинальные пауэрбанки от Xiaomi. А не вот эту залупу. Также были найдены сережки вот в этой коробочке. Они вообще абсолютно новые. Но обидно, что не серебряные. Но все равно красивые. Положу их в сюрприз бокс. Также был найден фотоаппарат Samsung мыльница. Возможно, этот фотик даже рабочий. Продам его на барахолке рублей за 100. Модель фотика ES20. Камера на 10 мегапикселей. Ну блин, братва, сейчас на дворе 21 век. И поэтому никому этот фотик не нужен. Даже, блин, за 100 рублей. Потому что сейчас телефоны фоткают лучше, чем подобные фотоаппараты. А еще был найден лоджик, который кто-то обрисовал. У меня, к сожалению, в комплекте к нему нет зарядки. Поэтому проверить его не могу. Возможно, он рабочий. А еще есть 3G модем МТС. Которому цена, ну, рублей 200 максимум на Авито. 3G модемы сейчас тоже никому не нужны, потому что сейчас минимум нужен модем с 4G сетью. А еще был найден вот такой вот ножичек, ребят. Он мне очень сильно пригодится. А еще помоечка порадовала мышкой от бренда Microsoft. И она, кстати, оригинальная. В комплекте с мышкой есть передатчик. И это очень хорошо, потому что частенько я нахожу подобные мышки беспроводные без передатчиков. Мышку еще не успел проверить, но, скорее всего, она рабочая. А еще помоечка порадовала вот такой вот крутой электроникой. Во-первых, есть еще одна батарея для айфона. Круто, блин, собираю их. Также помоечка, ребят, порадовала четвертым айфоном, но без задней крышки. Почему-то мне в последнее время на них очень везет. К сожалению, айфон заблокирован. Требуется активация. Да ладно. Что, был пин-код 400? Охренеть. Так, ребят, пока он загружается, сделаем визуальный осмотр. Экран разбит, но, как вы могли заметить, сенсор работает. В айфонах это очень круто, что сенсор рабочий. Айфон отключен, повторите, через 60 минут. Понятно. Ну, значит, я неправильно пин-код ввел. Так что, ребят, айфон четвертый заблокирован, но его, в принципе, не составит труда разблокировать. Так как четвертые айфоны легко можно разблокировать и, типа, даже скинуть с него пароль и iCloud, если он там есть. Поэтому, круто, помоечка порадовала очередным айфоном. Люблю помоечку за это, за такие подарочки. А еще помоечка порадовала вот таким смартфоном от бренда Nokia, который ни хрена не заряжается. Что с ним, я вообще без понятия. Возможно, сдох внутренний аккумулятор или я не знаю, что с ним. Но я его заряжал и ноль реакции. Продам на Авито на запчасти. Скорее всего, это Nokia уже современная на Android, а возможно, даже на Windows Mobile. Ух ты, здесь даже, типа, линзы Carl Zeiss. Линза камеры, конечно, не особо большая. По-любому, там камера хреновая. И, кстати, ребят, по болтам видно, что его уже кто-то разбирал. Вот этот даже до конца не закрутили. Попытаюсь с ним поковыряться, когда время будет. Но если не заработает, продам на запчасти. Экран у него целый. А это уже, ребят, криминальные находки. Это лазерный прицел для пистолета Макарова. Я просто, ребят, когда это нашел, охренел. Просто охренел. Вот здесь сбоку есть болты зажима, которые зажимают этот лазер. Вот этот лазер одевается, я не знаю, как, скорее всего, вот так на пистолет. Очень тяжелый, кстати, пипец. Но у лазера есть косяк. Вот здесь нет кнопки. Кто-то его просто замыкал, видимо, и с помощью замыкания он работал. В принципе, кнопку припаять это вообще не проблема. Так как, ребят, на мое удивление, я открыл эту крышку и эту кнопку внутри обнаружил. Вот она. Ее нужно просто припаять, и все. Ну, еще сюда вставляются какие-то батарейки. Я вообще без понятия, какие. Но они по-любому сюда вставляются. Этот лазер даже сделан в России, в городе Тулли. Модель на экране. Посмотрели, стоит примерно такой лазер в районе 7 тысяч рублей. Но если мы его починим и продадим, его можно будет продать, наверное, тысячи за три, за две. Лазер, кстати, еще и настраивается. И на лазере есть номер. Вот он. А чтобы настроить этот лазер, нужно, я так понимаю, крутить вот эти болты. Да, я в шоке с помоек. На помойке найти можно все, что угодно. Ну, кстати, боевое оружие огнестрельное я еще ни разу не находил. Но если я его найду, я даже не знаю, что я буду делать. Возможно, я его просто даже брать не буду. Мне вот интересно, что бы вы сделали, если бы нашли настоящий пистолет Макарова или какой-нибудь другой. Напишите об этом в комментариях. А еще помоечка мне подарила вот такой вот браслет для часов от бренда Switch. Неплохая, кстати, фирма. Браслет абсолютно целый. Сделан из стали. Я не знаю, почему его выкинули, так как он работает просто изумительно. Продам этот браслет на барахолке рублей за 100. Возможно, он кому-то пригодится. А еще в помоечке нашел вот такое удостоверение. Ну, это типа заготовка. Оно, как видите, полностью чистое, ничего не заполнено. Не знаю даже, что с ним делать. Но на барахолке его по-любому купят. Также был найден вот такой вот смартфон от бренда Sony. Он даже с защитной пленкой на экране. Экран абсолютно целый. Но у телефона есть жесткий косяк. Как видите, гнездо под зарядку поломано. Его никак не зарядить. Собственно, из-за этого его никак не проверишь. Хотя, стоп. У меня же есть, ребят, вот такая вот универсальная зарядка. Лягушка. Сейчас я ее достану и поставлю на зарядку. А пока он будет заряжаться, я сделаю обзор на все остальное. И вуаля, батарея заряжается. Ребятки, вы просто зацените. Оцените вот этот Wi-Fi роутер. Я не знаю, он какой-то космический что ли. Первый раз такой Wi-Fi роутер нахожу. У него очень интересный вид. Возможно, этот какой-то специальный промышленный Wi-Fi роутер. Я даже не знаю. Посмотрю в интернете, конечно же, сколько он стоит. Но мне кажется, что этот Wi-Fi роутер стоит 1000 рублей. Может даже больше. Потому что он какой-то реально очень интересный. На две антенны. Возможно, я этот Wi-Fi роутер даже себе оставлю. Если он рабочий. Если он лучше моего Wi-Fi роутера, который стоит дома. Модель Wi-Fi роутера на экране. Буду очень признателен вам, ребят. Если вы напишите свое мнение о этом Wi-Fi роутере в комментариях. А еще был найден вот такой вот прицел для винтовки. Но, к сожалению, ребят. Вот здесь нет стекла и крышки. Попытаюсь продать этот прицел для винтовки на барахолке. Тут даже есть какие-то крутилки. Типа, этот прицел можно каким-то образом подстраивать. А еще был найден ремешок для Apple Watch. Но не оригинальный. Я так понимаю, к часам он крепится с помощью магнитов. Прикольная находочка. Продам на барахолке. А еще были найдены китайские AirPods. Подделка оригинальных. В своей коробке. И они, кстати, даже рабочие. Ну, по виду, конечно, смахивают на оригинал. Но те ребята, которые пользовались хоть раз оригинальными AirPods'ами, сразу увидят то, что это подделка. Они, кстати, даже рабочие. Нужно будет подзарядить. Крышка даже крепится на магните. Но это все так ужасно скрипит. И качество звука у этих наушников очень отвратное. Поэтому не желаю вам такие, ребят, наушники. Лучше подкопите и купите оригинальные AirPods'ы. А вот такую залупу покупать не стоит. Стоят они новые, наверное, вообще тысячу рублей. Также были найдены еще вот такие, но тоже китайские AirPods'ы. Состояние у них просто ужасное. Очень грязное. Но, возможно, тоже рабочие. Продам это все дело на барахолке. А еще помоечка порадовала оригинальной техникой Apple. Помимо iPhone'а был найден вот такой вот iPod Shuffle. Рабочий он или нет, я вообще без понятия. Потому что у меня нет зарядки. Заряжается он с помощью штекера от наушников с 3,5 мм разъемом. Возможно, он даже рабочий. Да, ребят, когда-то давно у меня был похожий плеер. С помощью такого плеера очень хорошо слушать музыку и заниматься спортом. Если он рабочий, положу его в сюрприз бокс. Подобный плеер на Авито стоит примерно рублей 900. Также нашел вот такую непонятную хрень. Я вообще не знаю, что это такое. Здесь есть вот такой вот джойстик. И с помощью него вот здесь вот эта штука двигается. Ребят, если вы знаете, что это такое, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Также был найден нож кредитка. Абсолютно целый. Положу в сюрприз бокс. А еще было найдено два пауэрбанка. Такие залупные, ребят. Но, тем не менее, подзарядить телефон хотя бы наполовину таким пауэрбанком можно. Хотя, ребят, вот эти пауэрбанки от этих ничем не отличаются. Вот эти пауэрбанки, я думаю, даже лучше по качеству, чем вот эти. Китайские. Поддельные. Батарея немножко подзарядилась. Итак, пробую включить. И нифига. Телефон не включается. Возможно, аккумулятор очень сильно посажен. Хотя я его позаряжал минут, наверное, пять. Он должен был зарядиться хоть чуть-чуть. Может, этот телефон просто сдохший. Поэтому продам его на барахолке рублей за сто. Нашел в помоечке вот такую красивую коробочку от магазина 21шоп. Эта коробка мне понравилась внешне. И поэтому я решил в нее сложить найденные мной шапки в помойке. Вот такие три зимних теплых шапки. Вообще, просто по кайфу, ребят. Оставлю себе, скорее всего, вот эту по помоечкам ходить. Она мне более-менее понравилась. А вот эти две продам на барахолке по 100 рублей или по 50. А еще в коробочке есть вот такие тепленькие варежки. Вообще, просто сказка, ребят. В этих варежках на барахолке можно будет торговать. Помоечка дарит теплоту. Было найдено три коробки пазлов. Вот эти вообще абсолютно новые. Скорее всего, их даже не собирали. А вот эти пазлы уже россыпью. Так же, как и вот эти. Не уверен, что все пазлы на месте. Но, скорее всего, они там есть. Подобные пазлы можно будет продать на барахолке. Я думаю, рублей по 100 за упаковку. Неплохая находочка для тех, кто любит собирать пазлы. Помоечка развивает мелкую моторику. Было найдено просто огромнейшее количество старых пластинок. Я офигел, ребят. Это очень ходовой товар на барахолке. Вот, посмотрите, аленький цветочек. Дружба начинается с улыбки. Сказка о царе Салтане. Дюймовочка. Дядя Степа. Звуковое сопровождение к диафильму. Маугли. Сказки и стихи. Маша и Витя против диких гитар. Детский альбом Владимира Новоженника. Золушка. Василиса Прекрасная. Поет Алла Румянова. В мире много сказок. Стихи Агнии Барто. Золотой ключик. Крошечка-хаврошечка. Про красную шапочку. Кот-хвостун. Рики-тики-тави. Вас поздравляют звезды. Чиполина. Голубой щенок. Происшествия в стране мультипульти. Блин, я помню, когда-то очень давно в детстве я смотрел все эти мультфильмы по телеку, по черно-белому. И это было, конечно, очень круто. Это очень интересная находка в том плане, что эти пластинки хрен где найдешь. Они очень старые. Буду я их продавать там на барахолке по 100 рублей за штуку. Как минимум, ребят. Потому что дешевле, чем за 100 рублей за одну пластинку продавать их вообще нет смысла. Это, мне кажется, очень обидно даже к истории. Потому что это, ребят, вот это, это история. Также был найден вот такой вот парадный ремень родом из СССР. А выпущен этот ремень был в 1982 году. Тоже интересная находка для барахолки. Потому что именно вот такие товары старые там особо ценятся. Я просто офигел от такого огромного количества старых пластинок. Я вообще очень хочу найти патефон. Вот это вообще офигенно было бы. Чтобы слушать подобные пластинки. К сожалению, обзор находок подошел к своему логическому завершению. Не забывайте про розыгрыш. Ссылочка на мою группу есть в описании. Подпишитесь на мой канал и поставьте лайк под это видео. Для того, чтобы данный видеоматериал подвигался вверх выше всех остальных. С вами был Штребух, пощеверительный и расхитительный помойчик. Увидимся в следующих видосах. Ой, какая крутая клавиатура. Блин, я бы ее себе поставил. Но решил порадовать вас. Всем пока. Продолжение следует...